Основной курс биохимии, крайне плотный, должен завершиться в декабрю. Для вас, как показывает мой опыт, это большая очень нагрузка. Это новый язык, это масса слов, масса названий. И деться вам некуда. Деться некуда, потому что, ну как полагается, это интенсивное изучение языка. Такой способ погружения особенного не выйдет. Было бы идеально дополнить этот курс настоящим практикумом. Это невозможно, это наша нищета. Но все, кто смогут дополнительно, активно пройти практикум, где попало, делать это. Потому что надеяться на нашу базу трудно. Умение читать тексты, секвенировать, делать полимеразную реакцию, делать все, что делается тривиально. Обычно в нормальных лабораториях вам надо активно об этом думать. Сразу знаете, что слабая здесь позиция у нас. Она слабая в стране, может быть. Но на некоторых привилегированных, так сказать, в этом направлении кафедрах, кафедрах вирусологии на биофаке, кафедрах молекулярной биологии, в меньшей степени биохимии, там это все, но будьте активны. Учебников. Значит, для примитивного знания годится любой учебник биохимии. Для того, чтобы знать, что во что превращается, схемы всюду есть, тут ничего не нужно. Относительно хорошим учебником является четвертое издание американского учебника, которое называется Ленинджер, хотя он уже давно умер, Ленинджер. Альберт был такой Ленинджер, замечательный человек. Это его ученики издают под его именем. Я имею этот учебник в компьютере, и вы можете его все себе взять, чтобы не искать, а искать его трудно. У меня есть и такой, и такой. И вообще коллекции учебников, я смотря, не похожи. Но дело в том, что они стареют. Но четвертое издание Ленинджера еще годится. Но остальное придется читать. Ну и кроме того, я надеюсь на Фазли, который будет отвечать нам вопросу о текущей науке, что там происходит. Ну кроме того, вы услышите лекции Тихонова, Кукушкина, ну и Асеева, который у вас уже начался. Или был уже Асеева? Не было. Не было? Ну там это будет, это будет на самом деле такая школьная наука по молекулярной биологии. Очень хорошо ее знать, и это важно. А я сегодня продолжу относительно романтическую часть, так сказать, без напряжения химического, а на чистой мысли. Значит, про буквы я сказал. Как устроен нуклеинный кислот, пока говорить не буду. Кто знает, все. А вот идею, можно ли на этой базе сделать траекторию эволюции детерминированными, детерминированные ли они и куда они ведут, мне для этого нужна вот одна лекция, чтобы прийти от молекул к человеку. Я сейчас этот фокус вам покажу. Как сделать человека, начав с АТГЦ. Естественный отбор, та великая идея, которая кажется такой простой, основана на ограничении пространства и ресурсов. И, исходно, на матричном воспроизведении. То есть размножение по принципу кристаллов. Теперь я постараюсь не отвлекаться на художество. Вот это вот ограниченное пространство. Этот пространство может быть Земля, ну, любая планета, мне все равно, вам что оно ограничено. В этом пространстве таблица Менделеева, как я сказал, то есть химия. В этом пространстве вода и температура, совместимая с органическими молекулами. Какая точка, мне тоже не важно. В этих условиях эти буквы А, Т, В, С, самых разных комбинаций, и вовсе может быть не Т, а может быть У, а может быть какие-нибудь еще другие сначала, способны образовывать нити, полимерные, одномерные кристаллы. Делают это сначала, это тепловой шум. Значит, сюда входит всякое, так сказать, излучение, температурный беспорядок. И излучение может быть использовано и как источник свободной энергии, и как источник шумов, флюктуации, и как источник энергии. И тогда из этого вот беспорядка, статистического беспорядка, заметьте, та самая общая химия, статистика, могут образовываться случайно разные тексты, разных углов, я их поставлю, как боксеров, четыре угла ринга, ну не ринга, а квадрат этого. Здесь они образуются. Первое, не выяснено до сих пор, но предполагаемое условие. Скорость полимеризации, скорость прилипания и выстраивания зависит от последовательности. Удивительно, что этот пункт до сих пор не ясен, хотя он обязательный. В модели нужно, чтобы скорость кристаллизации по одномерному кристаллу, скорость матричного воспроизведения зависела бы от последовательности. Тот человек, который в эксперименте это сделает, будет великим человеком, потому что вся модель пойдёт. Пока это заявление. Но для заявления есть много оснований, но нет эксперимента чистого. И тогда смотрите, здесь у меня плавают буквы, они налипают на эти, и в правильном порядке разные матрицы размножаются. И происходит чудо. Они заполняют пространство. Захватывая буквы свободные, они начинают конкуренцию за материал. И постепенно пространство будет заполнено той формой, которая делает это лучше другим. И что такое лучшее? Это не только быстрее. Это ещё и более стабильнее. Много чего можно сказать. Называется это понятие в целом кинетическое совершенство. Вот оно заполнено, и жизнь остановилась. Это уже жизнь, только она ещё остановилась сразу. Оно заполнило. Вот это пространство в биологии называется ареалов, области существования, обитания. Но если, вот эта форма А всё заполнена, какая-то первая форма. Если под влиянием нечаянных мутаций, то есть нечаянных изменений, появилась матрица, которая чуть лучше, она начинает побеждать и заполняет пространство. Такая модель конкуренции кристаллов давно известна. Это довольно экзотично, но известно. Это система полиморфной кристаллизации. Когда возможны разные формы, и побеждает та, которая делает это быстрее. Такая форма полиморфной кристаллизации есть в растворах серы. Обычная наша элементарная сера может быть в нескольких модификациях. И заполнит эту пространство та, которую вы успеете сделать быстрее. Если вы будете бросать затравки немножко в сторону, как распространяется, как идёт размножение, эта же экспонентка, в системе неравновесной, понятные слова, да, когда есть потенциал какой-то избыточный в системе, кинетика зависит уже не от разности энергии, а от всяких кинетических свойств, боргеров, высоко ли, легко ли подойти, диффузии, всяких прочих обстоятельств. А вдруг вам это удавалось? Если вы воду чистой очень, аккуратно охладите, знаете, до какой температуры можно переохладить воду? Ну, 7 градусов минус. Это замечательно. Если у вас будет сосуд, прозрачный сосуд, это очень хорошо делать дома, чтобы домашних пугать. А потом бросить туда кристаллик льда. Взрыв! И взорвёт. Это просто замечательно. Для впечатлительных домашних это очень хорошо. Охлаждённая чистая вода и сосуд разорван. Вот это здесь и происходит. Быстро идёт размножение. Один заполнен, ну, степень слова «быстро» неравновесной. Долго ли это будет идти? Значит, что будет идти? Что будет идти? Будут идти волны перекристилизации. То одна, то другая. они будут бороться за существование. Будет идти естественный, самообычный, нормальный, естественный отбор. Ничего нового уже тут нет. Победит последовательность, что удивительно, наиболее кинетически совершенная. Далеко ли это пойдёт? Давайте делать это всё в нашем мысленном эксперименте. Это будет время, пока в неизвестных единицах. А это неопределённая величина кинетических совершенств. Вот оно будет расти во времени этого эволюции. Это эволюционный процесс. Пока мы не исчерпаем все варианты, какие имеют смысл исчерпывать, когда ещё будет заметно отличаться это самое совершенство. оно будет очень недалеко. Эта траектория будет очень короткой. Почему? Да потому что матрицы, которые вот в этом растворе находятся, будут зависеть уже не от того, как легко сшиваются прилипшие к ним буквы, а от того, как они будут диффундировать. Удивительное дело, узким местом эволюции на этом этапе является диффузия. Потому что очень быстро обеднеет область около матрицы, и всё. А что такое диффузия, вы себе определяете, ясно, какая это ужасно медленная штука. Там эволюция. А что теперь делать? А что теперь делать, когда диффузионное ограничение весь наш полёт мысли остановило? Несколько способов. Два способа ясных. Первый. Увеличить концентрацию букв. Как? А мы ведь матрицы. А у нас разные молекулы. А нельзя ли устроить каталис, вот в духе Миллеровского, чтобы их было побольше? Это ведь каталис. По энергии мы пока... У нас есть приток. Значит, если только... А это так и есть. Можно катализировать, то есть ускорить синтез мономеров. Это замечательно. А это что значит? Начинается новая стадия естественного отбора, новое направление. Теперь в направлении такой последовательности, которая ускоряет синтезы. Это на самом деле уже биохимия. А смотрите, какая здесь замечательная вещь. Вот оно здесь исчерпалось, и сколько времени ждёт новую идею. Пришла новая идея, начинается новая эволюция. Эволюция каталитических ускорений. Ну, пока в этой дохлой моей системе она очень пока примитивна. Далеко мы не уйдём, это можно посчитать более аккуратно, но я сейчас не количественно делаю. Что теперь делать? Какой способ преодоления диффузионных ограничений? Один. Ещё остался. Самый простой. Мешалку устроить. Размешать? Мешать? А как мешать? Ну, шевелиться. А как шевелиться? А надо преобразовывать энергию в макроскопические движения. Но есть ещё способы. Можно делать температурные ингредиенты, чтобы были конвективные потоки. Ну, в физике много хороших вещей, но это лучше всего мешалку. А можем сделать мешалку? Можем. Что нужно делать для мешалки? Ну, чтобы эта наша самая матрица шевелилась бы. Чтобы она макроскопически и делала бы движения. Можно это делать? Можно. Я должен для этого придумать способ, чтобы меня осцилировали заряды. Или что-нибудь ещё в таком духе гидрофобное, то есть отвращение к воде и прилипание. Но это не очень сильно. Но некоторые диффузионные ограничения я эти могу снять. У меня будет опять... Я буду подрискивать тексты, которые могут шевелить матрицу. Но всё-таки это плохо. Это всё очень примитивная стадия. Вообще, что плохо? В умственном, в таком мысленном эксперименте много чего. Но экспериментально, на самом деле, в палеонтологии ничего найти нельзя. Все эти стадии на Земле не оставили документов. Потому что это всё бесскелетно. Очень тяжёлая палеонтологическая химия тех, кто стоит лет. Для того, чтобы делать каталис вот здесь вот, вот эту стадию, есть масса замечательных... Вот у нас химфакт напротив. Они могут много чего сказать. Хорошо. Как можно делать каталис? Хорошо бы, как какие-нибудь металлы ухватить. Найти матрицу, которой хватает металлы. Металлы мощнее могут быть каталитические средства. Хорошо бы, к этим металлам какие-нибудь ещё другие синтезы сделать. биохимия синтезов. Она сначала казалась... Вот ещё лет... Я всё время смотрю курс лекций от начала к этим дням. В середине ещё нашего курса, вот этого 50-летнего, в голову не приходило, что последовательности нуклеиновых оснований могут иметь каталитические свойства. Могут. Оказывается, прелестно. Прелестно могут. Ну, может, не так разнообразно, как белки, но могут. Значит, вот эта вот стадия это эволюция биохимических каталитических функций. А вот эта стадия эволюция движения. Самый лучший способ движения для молекул это макроскопические мощные движения длинных нитей. Чтобы они целесообразные. Сжимались, разжимались. Кто видел, а все мы видели. Реснички. И всякие эти самые движения. Это совершенно реальная вещь, только какая хитрость. Надо теперь сделать самый тонкий вопрос во всех построениях. Связь нуклеотидного текста с аминокислотным. Никто не может его сейчас сделать. Никто, хотя фантазий очень много. Нужно придумать соответствие. Смотрите, слово, которое я сказал. Придумать. соответствие нуклеотидного текста и аминокислотного. Я слово придумать говорю с большим чувством, на самом деле. Это не оговорка. Придумать. Потому что физической логики, то есть однозначное соответствие нуклеотидов и аминокислот отсутствует. Когда стало ясно, что в нуклеиновых кислотах четыре буквы в алфавете, а в аминокислотах в белках двадцать, и уже была идея матрицы и соответствие высказана, осталось только подумать, как же можно, чтобы двадцать букв кодировать, чтобы они соответствовали четырем. Придумал это страшно нахальный человек, замечательный человек. Наш с вами соотечественник, великий физик Гамов. Имя знакомо. Гамов замечательный именно дерзостью мысли. Когда-то он, молодой человек, придумал теорию альфа-распада. С большим трудом, с приключениями бежал из Советского Союза, за что мы его осуждали и никогда его имя не произносили. И, сделав ряд великих работ по физике, сидел и думал однажды, чем меня очность дрожил, должен вам признаться, что он влезет в нашу область. Взял, влез и сообщил. А, так, значит, если двадцать, да, то по два не сделать. Число, вариантов из четырёх по два мало. а пота и хорошо. Четыре в квадрате мало, четыре в квадрате уже годится. А тогда, сказал нахальный Гамов, вполне можно, чтобы три нуклеиновых основания соответствовали бы одной аминокислоте. Я почему так отговорю с акцентом? Ну, такая простая мысль, что остальные не могли догадаться. Догадались, более того. Но это опять всё на ту же тему философии. В году примерно в пятидесятом у нас дома при запрете на всю эту науку официально собирался семинар. И там молодой и яркий очень тогда молодой а яркий оставшись он умер увы пришедший с фронта Александр Нейфов рассказал нам на семинаре идею кода гораздо лучше Гамова. Мы очень обрадовались и сказали он напиши статью. Он написал статью. Но он её написал с художествами. Если он её просто заметку математическую написал он мне написал как в биологии бывает какие могут быть следствия. Послал статью в журнал «Известие Академии наук серии биологической» и получил замечательную рецензию. Ждёт вас эта жизнь если будет делать хорошую работу. Биология не нуждается в этих математических упражнениях примерно. Смысл был на рецензии. И статью не опубликовали. Но Гамов сделав яркую так сказать простую мысль без рецензии обошёлся все его подхватили и мы знаем что придумал идею кода Гамов. Но мы не знаем вы будете изучать код вы будете слушать Асеева. Таблица кода нам известна я вам когда-нибудь ещё буду рассказывать независимо от Асеева дополнительно почему фенилаланин кодируется с тремя урацилами а почему там триптофан другой только нету физических оснований для кода нету физического соответствия 3у никак физически не подходит к фенилаланину нету это поразительная вещь мы затуманиваем эту мысль но потом когда дойдёт до этого вспомните мои слова физических оснований нету а что же есть похоже на договорённость договорились давайте братцы считать что фенилаланин будет 3у это не вполне шутка можно однажды сделать а потом уже так повторять варианты возможны помог возможны код неоднозначен но не зная тайн не зная как это было в истории это произошло поэтому тут тоже хорошая вещь мы уже знаем что это произошло хотя не можем найти то есть в логике может и не надо искать я почему это говорю замечательнейшие люди в том числе имеющие к нам самые близкие отношения искали и ищут физические основания кода а может искать не надо может надо догадаться просто что это так ну так вот договорились так получилось это может мои слова неправильно но можете правильно так или иначе так или иначе возникло соответствие нуклеативных текстов аминокислотным и получился огромное совершенно вся биохимия вот это все толстые учебники соответствие синтезов ферментов белков веществ в чем это соответствие а в том что однозначно тексту нуклеатидов соответствует аминокислотный текст а значит все функции сколько на это ушло лет мне не жалко я бы и 10 девятый первый миллиард лет вполне можно этим заниматься отбирая все лучше и лучше и лучше но отобрав однажды можно вообще выбрать самые лучшие и у всех делать одинаково лучше делать нельзя по видимости это было так долго что действительно не осталось люфтов никаких никаких вариантов сделав биохимию синтезов биохимию соответствий осталось придумать еще несколько вещей для того чтобы делать биохимию синтезов надо чтобы к матрицам всегда чтобы матрицам имели все необходимое вокруг а как в водном расстрое держать все необходимое оно же уползает оттуда вот это самая диффузия все распыляет значит есть замечательный способ что замечательное в этом эволюционном построении как только вам что-нибудь нужно это только в биологии так бывает вы запускаете систему естественного отбора и все остальные гибнуты а это остается раз мне нужно значит так и будет потому что тот кто уже смотрите кто тот кто этого не имеет погиб смерть является действующим скульптором она оставляет нужное значит те кто не сделали их поснету значит волей-неволей это называется давление отбора если давление велико это буквально физическая личность то есть ограниченный объем и отнимает пищу с обязательностью возникает вот что чтобы оно не расползало нужно делать оболочку нужно весь необходимый комплект держать в оболочке легко ли делать да легко легко в смысле принципа никаких как делать в водной среде оболочку мыльную пленку нужно делать мембрану она сама возникает стоит только насинтезировать вещества которые называются детергентами то есть полярные и неполярные группы как они образуют мембрану комплект готов а зато какая эволюция еще одна ступенька изготовления оболочек и мембран вы смотрите какая ужасная жизнь вы сделали нужный комплект из непроницаемой мембраны вот еще что не входит пожалуйста допустите естественный отбор чтобы каналы были сделали канал нужное входит ненужное не входит ненужное выходит сделали нет у меня затруднений ну я миллион лет потратить мне нет пока я а времени мне не жалко времени пока потом я скажу что я с этим тоже не так плохо делаю сделан комплект уникальный проницаемый и возникает замечательная вещь очень важная мне ведь нужны вещества для синтезов и чем я их буду ловить это очень критический момент чем я их буду ловить в пространстве не лучше ли мне его в готовом виде получить от соседа очень удобно я его съем и сразу получу все необходимое чем я буду фильтровать десятки литров все очень питательно смотрите что получилось у меня есть один комплект окруженный мембраной и в нем матрицы есть другой комплект а раз он такой хороший раз в нем все есть не лучше ли к нему тихонечко подойти делать им дырочку и взять себе все необходимое а матрицы мне не нужно матрицы для этого надо иметь ферменты ощипить их и это называется хищник с этого момента это жертва вы знаете что дальше все эволюция пошла теперь диким темпом эволюции жертв и хищников что делать бедной жертве и что делать на слово бедной не могу сказать отвратительному хищнику ему нужно как можно лучше нападать на жертв а ей под давлением отбора как можно меньше подвергаться воздействию хищников что для этого нужно поразительные вещи нужно чтобы жертва как и хищник реагировали бы на повреждения и уж конечно еще лучше на опасность еще никто не укусил еще никто не дернул а уже страшно уже хорошо как это делать замечательно это у нас Твердислав когда-то когда был в вашем возрасте немножко старый Твердислав вот это придумал началось все с размышления откуда и как взялись океаны вода у нас по рассказам очевидцев вулканического происхождения она фильтровалась на остывающей земле снизу когда какая там вода там же рассол там раствор всех растворимых катионов анионов и прочего но когда этот рассол проходит через глины а глина это только кажется так только когда мы там по глинистым отвалам идем и ее ругаем поразительные вещества это тонкие алюмосиликаты у которых избирательное поглощение катионов они очень хорошо алюмосиликаты монтаморелинита поглощают калий и не поглощают натрий и получилась соленая морская натрий хлор соленая вода а глины калиевые и вот в этой среде вся эта моя история проходит в морской натрий хлор обогащенной воде и тогда чтобы реагировать замечательно снаружи много натрия телевизоров молодой идея а тогда вы можете реагировать на вхождение натрия внутрь клетки или на выхождение из него калия стоит только мерить градиенты калия и натрия как вы можете устроить электрическую заряженную мембрану и придумать и эволюционно осуществить систему реагирования клетки на повреждения это колоссальная совершенно вещь ну вот они уже теперь знают что его могут укусить ну как ну что делать несчастному несчастные жертвы которые могут укусить ну так сказать взывать стонать ничего не может съедят и все бежать надо и хищнику надо бежать смотрите как сначала забудем пусть жертва еще не бегает если только у нас это все только пространство здесь вот есть жертвы и хищники то если хищник нападает на жертву случайно двигаясь в пространстве дурацкая вещь пытайтесь такой неэффективный способ какая колоссальные потенциальные запасы вот здесь вот если заменить случайное брауновское движение направленным движением мы почти пришли к человеку нам осталось им немного смотрите если только хищник знает где жертва то он к ней двигается как он все такое знает знает имеет рецепторы легко ли да легко нормальная физика какие рецепторы на звук на свет на вкус совершенно в наших в наших физических руках в нормальной физике ничего не надо придумывать реагировать на все это потому что здесь есть акустика но лучше всего на свет как на свет реагировать надо видеть светочувительные молекулы да у нас их полно любые пигменты могут быть светочувительными молекулами потому что они поглощают избирательный свет вы видели наверное видели какие-нибудь жгутиконосцев с оранжевым пятном каротиноидным видели не видели но могли увидеть в гленках у них оранжевое пятнышко и они на свет ходят жгутиком вперед и так рецептор есть реакции есть миллионов лет мне не жалко неприятное что двигаться неудобно если вот так я нарисовал эти шарики что за движение гидродинамика прекрасная наука физика физическая гидродинамика надо вытягиваться надо чтобы она приобретала форму удобную для движения ну жертвы тоже надо чтобы удирать и аппараты движения я уже их упомянул вот лучше всего какие-нибудь типа ресничек а чтобы такая штука типа с ресничками имела рецепторы вот я делаю рецепторы смотреть так не буквально а будет свет можно на вкус водопрод по гладиенту химическому с акустикой плохо у них вот идеально надо еще сделать что-нибудь такое кусательное ну какой-нибудь хобот чтобы колоть вот они это я не рисую все это на этом графике каждый раз после долгого затиши идет подъем это все направление эволюции долго ли коротко мне сейчас это не важно наступает момент когда это направление исчерпано оно дошло до предела лучше делать нельзя это гидродинамика нельзя плыть в воде быстрее чем разрешает предельные гидродинамические условия число резонтис у вас была уже гидродинамика где-нибудь вот фактор все нельзя больше плыть быстрее ну еще одно чтобы эти самые весла ходили нужно их набрать энергией опять диффузионные будут ограничения туда что-нибудь набрать и мы достигаем предела у нас получаются маленькие организмы в воде которые плавают с максимально гидродинамически определенной скоростью прекрасно знают где кто находится где кого можно съесть и ничего больше не могут видели вы их если кто-нибудь скажет что нет я буду считать что наш кафедр плохо вас учат это инфузории инфузории которые есть хищные стелланихи которые страшно смотреть если вы сами еще не смотрели детям показывать пожалуйста поставьте микроскоп и увидите как она ищет как она там бегает как она находит беззащитную туфельку и вгрызается в нее как туфелька от нее удирает это вообще невозможно смотреть это надо вскрикивать и спасать ее а вот это все происходит все время тем не менее это скорость и миллиметр макроскопически что теперь делать есть простой выход больше значит я не могу двигаться быстрее потому что мне нельзя снабжать энергией двигательный аппарат а я теперь делаю вот я возьму сюда вот делаю такую нитку из белка сократительную нитку и у меня теперь рычаг не ограничен я теперь двигаюсь тут хуже двигаюсь то реснички были а я теперь могу например вот так согнуть это и разогнуть согнуть и разогнуть рычаг может быть любым если он питается это мышцы изобретение мышцы мышечной клетки это колоссально что здесь плохо когда у меня были реснички я это не сказал вам я могу управлять движением я сигнал от рецепторов передаю ну как трактор движусь правыми левыми поворачиваю куда хочу а с мышцами очень плохо она же целиком вся в клетке что делать волнуйтесь в этом месте надо многоклеточность делать вы делаете много клеток и тогда управляете движением как хотите многоклеточность возникает с необходимостью когда нужно управлять движением макроскопическим этом теперь у меня получается размеры ограничен только силы тяжести чтобы только на земле можно было ходить или плавать в воде это лучше лучше быть китом конечно чем слоном по земле ходить но киты это киты это недавно киты это все молодые животные они недавно возникли вы знаете как возникли киты вы не помните не были никто не видел как возникли киты они возникли из киплокровных сухопутных животных типа свиней поросят если будет кусать поросенка на сушу он будет залезать в воду будет делать миллион лет и он постепенно станет китом потому что тут его едят плавники сделают потеряют и наконец это все вот это все и прочитано сейчас мы читаем в текстах сходство двупаренокопытных и прочих с китами это волшебное чтение последняя часть перед человеком вот я здесь для торжественности нарисую смотрите какая у меня получилась вещь у меня есть многоклеточный организм вот я его сейчас нарисую у него есть рецепторы ну это глаза есть иначе да но надо еще уши сделать у него есть да но нет рецепторы глаза значит еще нужно обоняние у него должны быть двигательные значит приспособления управление движением ну хвост можно сделать ну если это хищник то чтобы жертву хватать надо когти ну и конечно нужно сделать ему вот это хищник он самый совершенный по давлению естественного отбора у него самые лучшие мышцы самые лучшие зрения самый лучший слух самый лучший нюх самые острые когти и он бегает с любой скоростью а жертву что так она и жрет миллионы лет когда ее этот совершенный хищник съест нисколько нет жертва она чем замечательная она травоянная это кроткое животное хвостик тоже нужен ест траву но бегает не хуже а те которые хуже тех же съели почему он такой те которые бегали хуже тех же съели их же нету видит не хуже слышит не хуже и получилась поразительная система и это все конечно абстракция но это вполне нормальная абстракция хищник никогда не доводит жертву потому что они бегают с одинаковой скоростью видят одинаково хорошо давление отбора заставило и тех и тех дойти до предела физического это физика ограничение числе физики что делать что будет с эволюцией в системе жертвы хищник в этой предельной системе замечательные вещи догнать нельзя ну так если нельзя догнать то дети хищника не вырастут погибли просто будут не будет детей а это без давления вырвется тоже и тогда есть один только выход не бегать за жертвой ну ее пусть она здесь ходит вот он тут пасется вот он тут опять я его нарисую как могу а этот не бегает он сидит в кустах и изучает ее траекторию это волнующий момент у него здесь для этого должна быть революция в отборе аппарат который можно отмечать куда находит запоминать память надо иметь надо восприять иметь а находит эта жертва не чуя беды вот от этого куста потом так потом как-то пошла вот и вот где-то вот здесь вот потом окажется из точки а в точку х пришла сюда если он за ней будет бегать он не догонит они может быть здесь подождать ее тут изучив траекторию это совсем не шутка изучив траекторию можно ее экстраполировать зная закон движения можно его предусмотреть это самый волнующий момент в истории биологии тогда а как это как это делается какая какая-то система он должен иметь в мозгу путь траекторию он должен знать как она ходит это первое второе он должен проверить вот он знает что так он смотрит да в самом деле она окажется здесь это что значит в мозгу есть образ и он сопоставляет этот образ с действительностью что такое сопоставление образов это соображение он должен сообразить а тут начинается поразительное направление эволюции эволюции в сторону все лучшего соображения и чем сообразительнее тем вероятнее победа в отборе это колоссальные задачи для развития мозга нервной системы и всего 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 дальше которое наполняет учебники наши биохимия в том числе это совсем другое направление отбора и что оказывается тут траектории движения жертвы настолько сложны что в однократном опыте сообразить бесполезно вот сегодня так а завтра она иначе что нужно многократный опыт обобщать и учиться и детей надо учить надо детей хищника учить а детей жертвы тоже учить обратному это абстракция конечно не настоящая биология она есть такая она есть но только часть большей частью равенства в жертвы хищники нет большей частью сваливает система в легкий путь жертвы умножаются так сильно чтобы даже когда ее едят все равно бы оставалось бы немножко вот так селедка несчастная 2 миллиона детей у каждой пары селедки чтобы пара выжила ужас накормить миллионами всех только чтобы текст селедочный сохранился вообще масса других есть способов можно в реальной это прекрасная наука биологии прекрасная наука разнообразие вот там пример зубы и саблезубые животные вот и моя жертва была я ее нарисовал истерк вот она я ее снова нарисую потому что это очень биология вот она у меня была такая жертва она испуганно смотрела на хищника а хищник чтобы напасть на такую травоядную жертву какие у них обычаи хищников и что самое лучшее вот здесь вот есть сонные артерии скачить и перекусить шею самое удобное потому что где-то сзади кусать это долго и непродуктивно ах так он шею кусает тогда я в естественном отборе в эволюции сделаю здесь густую неприятную шерсть чтобы было противно укусть не будет дальше а он тогда делает более длинные зубы в естественном отборе и так очень возникает саблезубость огромный зуб все больше будет и чем толще шея тем острее и длиннее зубы а знаете чем дело кончается зубом получается вот такая шея и вот моя жертва из такой изящной становится хвостик тут рога и кусать нечего просто ни на какой сонной артерии не доберешься и эти саблезубые у которых зубы то росли сначала они вымирают если там остаются только зубы или едят тех которые беззащитные просто много-много размножаются размножением закрывают к чему я это к тому что в этой задаче жертва хищник биологическая биохимическая эволюция кончается больше ничего придумать нельзя все физические возможности исчерпаны что тут остается только накопление опыта а накопление опыта это значит передача опыта а это уже не генетическая память не текст каждый опыт фиксирующий а совсем иная память это совсем другое направление эволюции генетическая память делает движение и поведение однозначным безусловным рефлекторное безусловное поведение я вам как и предыдущим рассказываю обязательно у меня прекрасно было когда-то наслаждение я наслаждался сидя около небольшого пруда на котором плавали кувшинки листья и на одном листе сидела лягушка а это было недалеко от аэродрома и над ней прилетали самолеты а дело в том что у нее рефлекторная ловля мухи происходит так когда угловой размер движущегося тела имеет определенный угол она не думая естественно у нее язык туда высовывается хоп и ловит и эта муха ловила самолет это было недолго но я вот уже старый я не могу в себя прийти поэтому всем передаю это это наслаждение она безусловно ловила а самолеты летали часто лет недалеко от внука он был раз не поймает два не поймает ну хоть бы сказала бы ну вас всех нет ей очень она была невластна это не значит что у нее не было других умственных способств наверное было но тут она не могла ничего сделать значит надо накапливать опыт который позволяет менять поведение это можно делать обучением это мы с вами мы мы это не только люди это не только люди это грызуны это всякие кошачьи очень-очень-очень многие животные умеют учиться котята учатся у кошек все это все знают как-то это забывают они достаточно умны чтобы учиться у них только аппарат обучения хуже лекций нет понимаете вот чем я и занят я собственно на ту же тему так вот я вам рассказал весь корус биохимии на самом деле все что я вам рассказал это есть разделы корусы биохимии это биохимия синтезов это биохимия преобразования энергии это биохимия движения это биохимия нервных процессов биохимия соответственно рецепторов мембран и биохимия регуляции знаете какая волшебная вещь я вам рассказываю на сегодня весь день такие страсти но вот вы в конце июня идете и вас раздражает пух который летит нет с удовольствием смотрите это ведь что летит это ведь летят тексты тополей каждый на парашютике ДНК там вылетает и вот они вокруг летят это совершенно волшебные вещи надо же смотрите прилетает ниточка ДНК ну с небольшим а из нее надо тополи сделать ведь по виду по последовательности когда мы прочтем обременность но по физике это нормальный текст неотличимы физические тексты ваши и тополиные мои и дубовые все это одно и то же по виду значит надо только прочесть ничего себе биохимия значит я должен прочесть и перейти остановиться почтительно остановиться перед самой большой проблемой биологии которая для биохимии вот не по зубам мне надо я вам это оставляю научиться из одномерного текста а он у меня одномерный сделать трехмерную постройку я же говорил что мышка не согласится с кошкой а чем они отличаются морфологии в основном ведь древние презираемые многими теоретиками науки типа анатомии изологии они же форму я же начал свысока говорить да крайне рулевые короче там средних а ведь это поразительно сделать форму мы не знаем как мы не даже идеи толком нет вот сколько сделано мы не понимаем как от химии как от биохимии как от последовательности перейти к поразительным вещам к построению трехмерных уникальных фигур не умеем поэтому когда летят тополиные днк ну или любые другие неважно как из него сделан тополь а из другого дуб а из третьего лягушку и все они сначала или человека нам все равно не знаем знаем только что это происходит так часто что даже вот уже я почти кончаю потому что я заговорил много весна наступит это точно совершенно без сомнений наступит весна хотя мне всегда противно это вот вот сейчас все пожелтеет надо до весны дожить отложит масса птицы птицы очень тут на психику на мое действие значит будет яйцо само по себе волшебное устройство яйцо в скорлупе а тут жидкость жидкий белок белок который у нас будет предметом биохимии там желток на желтке маленькие совершенно невидимы сначала диск в котором вот оплодотворенный зигот пройдет 20 дней 21 и в этом яйце будет сидеть с клювом ужасное существо с такими еще неоткрытыми глазами с когтистыми лапами так вот свернутыми а потом сам ли он или папа-мама над клювит скорлупу и уже через два месяца будет летать грач черт это совершенно полное чудо из той ниточки которая там была грачиного если это грачиный текст потом это страшное чудовище с черным клювом оттуда вылезет будет тут летать и говорить басом они сграют я бы даже сказал как я могу но не буду чтобы вас не смущать это полное чудо и мы не знаем как мы все слова а мы я вам Сократа не случайного я потом еще когда-нибудь упомяну пожалуйста помните что мы на самом деле не знаем а университетские курсы так устроены чтобы усыплять этот вопрос как будто бы экзамен устроен там все о знании о том что мы уже знаем а мы на самом деле не знаем самых необходимых вещей мы не умеем я не знаю подхода даже от одномерных последовательности переходить к сложным трехмерным постройкам фантазий полно и ничего толком не знаем особенно когда нам дают такой пример есть такие симпатичнейшие земноводные их сейчас почему стало мало Таитоны их было много под Москвой еще а сейчас я не знаю кто-нибудь видел Таитоны куда они делись что случилось какое-то на них несчастье напало не потому что их там ест кто-нибудь ну не знаю но нет я вот на океан знаю одно место я только исчезли даже лягушь мало но Таитоны я почему они симпатяги у них можно отрезать лапу и она потом вырастает снова это любимый объект специалист по регенерации теперь смотрите что это такое вот была симпатичная лапа пятипалая лапа Таитона ее отрезали образовалась культя некрасивое слово а потом она вырастает и все косточки вырастают это как они начинают клетки ну мы знаем клетки делятся ползут а как они и вот давно-давно давно-давно стали говорить что вот тут в пространстве есть такая идея формы типа перчатки в пространстве которая заполняется растущим этим самым неплохо знать бы какая там идея или это локальные поля и как это делается хорошо бы это узнать не только для высокой поэзии которую я пытаюсь но и нам с вами полезно если нечаянно вдруг где-нибудь забыли руку приходите и делайте себе новую или что-нибудь еще мы этого не знаем это чудо значит во всей биохимии останется вопрос смысла и способа морфогенеза и смысла тоже я начался этого слова потому что многие вещи не поддаются биохимическому анализу вот выйдете когда сейчас домой пойдете еще листья не отлетели два листа возьмите клёна и липы это что ж такое миллионы лет неуклонно воспроизводится тонкостью форма зубчиков формы листа зачем вы скажете это условие существует они тут растут рядом аэродинамика гидродинамика что там заставляет ведь если бы это было им не важно листья были бы как лапки одинаковые у всех они совершенно различны мы не знаем смысла формы не говоря о том что я с этого то начал мы не знаем как делать форму из одномерных текстов полно фантазий полно очень интересных движений но вот сейчас все увлечены 21 век мы читаем тексты мы читаем и вы будете читать многие из вас но если мы не подойдем к проблеме трехмерное пространство из одномерных текстов мы ничего не поймем давайте читать что я выполнил свои обязательства человек получился человек вот там самый совершенный хищник или самая совершенная жертва да нам не нужна самая ведь что замечательно нам не нуля самые совершенства правда самые острые зубы нам не нужны самые быстрые ноги тоже не нужны сидят эти отвратительные охотники в засаде и стреляют прекрасных зверей ничего не в состоянии их бы самих надо застрелить но это уже другая задача значит следующий раз будет только первые два часа из-за вот объявленного посвящения так называется что-то наш пятый курс теперешний пятый курс очень быстро решил отруствовать мы обычно до весны доходим ну ладно нет это очень торжественное дело я об этом говорю с волнением потому что я вспоминаю опять же ряд поколения какие были надежды ужасные у меня тяжелые на самом деле задачи которые я выполнить не могу вот передо мной ну 900 человек я помню как они были многие первые сейчас я не участвую отборочные собеседования вот волновался человек и говорил что очень хочет на кафедру пойти почему были обстоятельства вы все это проходили знаете по таким-то таким-то обстоятельствам ну там кошку любят то есть там были обстоятельства еще чего-нибудь вот мы смотрели с надеждой вот сейчас в нашу науку входит мы радостно приветствуем вот прошло 50 лет очень интересно если бы я сам не изменил себе сильно то я должен был бы сейчас сесть и писать бы анализ не буду я этого делать и по печальным обстоятельствам и по тому что я уже не успеваю за мной еще останется когда-нибудь долг мне сегодня интересует сказал но про свою личную науку я вам рассказывать вот в эти в эти часы не буду она почти не биохимия к сожалению она физика такая мне интересная но водящая вдаль когда-нибудь все сегодня я не могу сказать